Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как более безболезненно пересечь расставание с молодым человеком? Хочется сразу сказать, что вопрос задан довольно-таки грамотно, потому что, если бы вопрос был задан примерно в таком ключе, как безболезненно пережить расставание с молодым человеком, то я бы сказал, что это невозможно, а поскольку вопрос задан более безболезненно, это, на мой взгляд, очень хороший вопрос. Наиболее безболезненно у вас получится пережить расставание именно с психологом. Вот. Это наиболее безболезненный способ пережить расставание. Вот. Ну, нравится вам это или нет, но это правда. Наиболее безболезненный способ именно такой. Другой вопрос. Хотите ли вы этого? Готовы ли вы к этому? Да, и так далее. Потому что, ну, исходя из того, что вы, значит, пишете, да, как-то вот не совсем, не совсем понятно вообще, хотите ли вы с психологом работать вообще. Вот. Или нет. То есть хотите, не хотите, и хотите, не хотите. Дальше. Что ещё важно сказать? Важно сказать, что болезненность – это, в принципе, нормально. То есть, если, если вам больно, вот, то это нормально. Прямо здесь это означает, что молодой человек для нас, ну, не был… чем-то пыльким. Да? Ну… чем-то… не серьёзным. То есть, если человек для нас важен, и если я с ним расстаюсь, то само-само… Это само собой разумеющее, что мне больно, и больно необходимо прожевать, не бегать от боли, не убегать, а прожевать. Вот с психологом, опять же, например, поработать. Вот, и не так будет эта болезнь для вас, то есть, чем активнее вы будете выражать свои чувства, у которых у вас есть боль, обиду, ненависть, еще какие-то чувства. Тем быстрее вас будет опускать и вы сможете двигаться дальше. Чем больше вы напротив будете пытаться убежать от боли, своей, тем вам будет больнее. Но так устроена человеческая психика, по-другому она не работает, к сожалению, вне зависимости от хуя нравится вам это или нет. Это нормально, если вам не плевать было на человека, человеку, да? Вот. Вот. Если вам на человека было не плевать, то вам и будет больно. Вот. Это один момент. Второй момент, который хочется обратить ваше внимание. Это то, что это еще вас задевает. Ну вот. То, что выращалось. То есть, это вам неприятно еще. То есть, самооценка, самооценка, гордость если есть, самолюбие если есть, все это оказывается задевает. То есть, оказывается, вот, ну потрясен человек. Ого. Это нужно устанавливать. Ну, кажется, что, что вы сделали, что вы сделали, что-то плохое, что товарищ вот взял и с вами расстав. Кажется, что вот вы виноваты. Вот. Вы при этом не очень разбираетесь вообще, а в чем взглянуть. Ну, есть как бы ощущение, что, что вот что-то вы потеряли. Вот этого больно. Ну вот. А что вы потеряли? Конкретно. Вот что конкретно вы потеряли? Ну вот. Сказать это сложно, так сразу не скажешь, наверное, что потеряли. Ну, если не уходить в какие-то банальные вещи, типа того, что потеряли отношения человека, то потеряли там. И потеряли ли на самом деле. А может быть и не потеряли вас? Может, не потеряли, может, просто привыкли, что как-то вот вы получали через партнера, и самой как-то непривычно что-то делать, чтобы это получать, например. И когда вы с этим сталкиваетесь, вот, возникает простация. Вот. А как же так вот? Раньше я получал это, да? Ну, я раньше получал, получал, как само собой разумеющийся, а теперь вот, должна делать что-то, да? Стараться надо. Вот. А я, ну не знаю, может, не хочу стараться. Или мне, для меня оскорбительно это. Вы поймите про, память правильная. Я сейчас вас не обвиняю. У меня нет такой цели вас обвинить. Я просто как-то вот хотел бы, наверное, просто, ну, немножко предположить в этом смысле, ну, в этом смысле. Вот. Что вам, ну, что может быть боли, что болит-то, собственно. Собственно. Потому что, эээ, болит что-то у вас, эээм, про себя. Понимаете? То есть вот, эээ, ну, эээ, болит что-то у вас, именно про себя. То есть, эээ, вот, эээ, ваше что-то, что-то болит. И, важно увидеть, что именно болит. Ваше. Почему это не про, эээ, мужчину? Вот, эээ, ну, сто процентов не про мужчину. Почему? Почему это сто процентов, эээ, про вас? Ответ. Довольно простой. Потому что, если бы это было про мужчину, вам не было бы больно. Потому что вы раздались из-за того, что он теперь, ээээ, хочет, может, готов быть, ээээ, счастлив. Другой. Например. Ну, или не с вами. Вот, ну, вот так вот. Или не с вами. И вы, если его любите, ну, как-то вот, наверное, его решение. Такое. Да. Принимаете. Но вы его любите. А если вы не можете принять его решение, ээээ, его решение. Такое. Вот. Ну, это интересная история. Интересная история, касающаяся, ээээ, касающаяся именно того, что у вас болит что-то право. Вот. Я бы, причем, вот, не сказал бы, что это что-то ненормальное, я бы не сказал, что это что-то плохое, что-то такое вот ужасное, что у вас болит что-то, что-то право. Нет. Просто нужно, вот, фокус немножко, тут, вот, сместить, с, ээээ, как раз, ээээ, молодого человека, да, и, собственно, расставания. Вот. На. На. Что. Это. У вас. Как бы. Такая будет. Есть. Проблематика. То есть, с одной стороны, это нормально. Вот. С одной, с одной стороны. У этого всегда есть, вот, ну, такая вот страна. С другой стороны, у этого всегда есть вот, ну, такая вот страна. То есть, есть, страна вот, такая. Ээээ, что болит-то? А как я с этим обращаюсь? Позволяю ли я себе, вот, ээээ, ну, болеть, вот, вот, буквально, болеть? Ну, у меня же больно, да? Вот. Эээ, если нет, да, вот. Не, не позволяю. Почему? Ээээ. Ээээ. То есть, я, получается, как стыжусь. Ээээ. Своей боли, да, я её как-то больше. Ну, отрицаю. Эээ, мне кажется, ээээ, там, это слабостью. То есть, вот, 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 как это всё происходит? Ну, вот, на эти все, на эти все, ээээ, вещи, ну, я посмотрю, подсказать, подсказать ответ. Вот. Я думаю, что, вот, ээээ, там будет уже, как-то, понятнее, просто ваше, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ значит, расстались с человеком, вы только собираетесь расставаться и пытаетесь, значит, столомку подстелить, т.е. что происходит. А может быть, если вы еще не расстались, так, может быть, там, расставаться можно не обязательно, т.е. может быть, все можно решить не расставанием, естественно, если вы хотите, естественно, если вы хотите. Вот. Тут, тут вот тоже такой нюанс есть, но надо, надо разбираться как-то, вот. Если вам это интересно, надо разбираться. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Я надеюсь, что обратная связь позволит вам сформулировать базовые посылаты для психотерапии. Ну вот, всего-всего вам, самого доброго, обращайтесь. Теперь последнее! Продолжение следует... Продолжение следует...